Молодежная телестудия «Окно» при Дворце Творчества Детей и Молодежи Истоки вновь открылась, буквально нараспашку. 7 сентября здесь прошло первое в этом году занятие для новой 21-й группы будущих телевизионщиков. Вот если, например, вот сейчас они берут у меня интервью, да, вот оператор, да, вот ось вот, да, и вот корреспондент. То есть я смотрю на корреспондента и говорю как бы ему, но мой взгляд приближен на комплективу камеры. Если корреспондент сядет сюда, я уже вот сюда смотрю, я уже немножко в профиль. А если корреспондент сядет сюда, вот это вообще неправильно. Я смотрю туда, от зрителя я вообще отвернулся ухом. Нельзя, поэтому корреспондент должен как можно ближе к плечу встать с оператором. Руководитель студии Михаил Ходов набирает творческих ребят с огоньком в глазах, готовых к интересным занятиям по видеосъемке, монтажу, журналистике, фотографии. Многие выпускники «Окна» добились немалых успехов на телевидении. В телестудиях «Окно» сейчас расширяются границы все больше и больше. То, что половина новостей на телеканале «Тонус» делают мои ученики, мои выпускники. Андрей Ковалов, Леша Петров, Ярослав Акимцев, Вика Андренкова. То, что сейчас во ВГИКе у нас в серебро-псадском филиале на каждом курсе есть по три, по четыре ученика. Это тоже, ну, дорогого стоит. А сколько выпускников вообще в ГИКа, ГИТРа, МГУ, я вообще не могу перечислить. Они сейчас работают вот от серебро-псадского телевидения изданий до российского телевидения ВГТРК «Россия». В этом году телестудии «Окно» исполняется уже 27 лет. Сегодня она носит имя своего первого художественного руководителя, кинорежиссера и педагога Владимира Ивановича Полина. Его преемник Михаил Ходов продолжает начатое им дело, сохраняет традиции и не забывает об инновациях. Пандемия научила нас работать еще и в прямом эфире на Ютубе. Вот постоянно трансляция идет, в День знаний мы ее запустили, пока не отключали. Зрители есть, в чате пишут. Постоянно наши праздники мы отправляем на тонус, на Родонежье, делаем программу «Лестница», киноконцертные аплодисменты, передачу интервью «Кто он? Кто она?» Мастер-классы по изобразительному искусству Натальи Араповой. И вообще, знаете, перечислять можно долго. Сейчас из техники появился последний пульт. Можно с четырех камер сводить прямо в прямом эфире, вживую. Всегда мы рады новым операторам, корреспондентам, телеведущим. И с удовольствием приглашаем их в телестудию «Окно». Новый учебный год уже начался. Так что все мальчишки, девчонки, кто там от 10 лет до 17, приходите. В мир телевизионной и киношной профессии. Владимир Новоселов, Андрей Ковылов, Алексей Петров. День города.